Ребята, привет всем с солнечного острова Кипр! С вами, как всегда, Евгений и Алла Панюта. В данный момент мы отдыхаем в городе Лимассол. Конкретно сейчас купаемся в шикарном Средиземном море. И это наша ежедневная традиция. Поскольку мы живем здесь недалеко, вот так, если бы мы шли по прямой, минуя здание, то метров 150. Ну а так по тропинкам пускай 200 метров. Короче, 2-3 минуты и мы уже здесь. А посему мы не ленимся и как только добираемся на пляж, купаемся минимум по часу. Вот у нас есть, сейчас началась часовая сессия нахождения в воде. Мы даже на пляж не будем выходить. Мы ни разу с собой не брали ни зонтик, ни подстилку. Потому что мы не лежим на пляже, а загораем прямо здесь. Здесь, благо, кожа за вот этот июнь, июль и пол августа уже привыкла. И даже в 12 дня в солнце пек, мы, благо, вроде как не сгораем. Единственный момент, что-то в последние дня два температура Средиземного моря немножко снизилась. Какое-то течение с глубин принесло сюда чуть прохладненькой водички. И если вы смотрели один из предыдущих выпусков, когда мы замеряли температуру воды, она тогда была плюс 29. То конкретно сейчас она плюс 27 градусов. И вот эти два градуса поначалу, как только-только заходите в воду, ощущаются. На улице 33, кстати, что же похолодало, на днях будет 37. И первые минуты такие типа ды-ды-ды-ды-ды, а потом мне водится класс. Во время купания мы еще наслаждаемся видами. Там стоят круизные лайнеры и вид на горы. Но сегодня пыльно, я думала, что это испарение, но Ксюха подсказала, что это пыль принесла. Ну, может, в какой-то пустыне, по морю, не знаю. Ну что, короткую сводку погоды вам рассказали, но тема этого выпуска немного другая. По вашему же запросу в комментариях и в личку моего инстаграма, мы с Аллой желаем показать вам цены на Кипре. Потому что многие потенциальные отдыхающие и просто любознательные люди интересуются стоимостью продуктов на Кипре. Но чтобы показать эти продукты и цены, нам нужно посетить большой какой-то магазин. И на Кипре есть одно но. Если вы желаете посещать рестораны, кафе, либо большие магазины, вместительность которых больше 10 человек, вы должны быть либо вакцинированными, либо же вам нужно сдавать экспресс-тесты на ковид, которые действуют 3 дня. Эти тесты нужно сдавать не только для посещения заведений, но и даже если вы работаете в какой-то фирме и при этом не вакцинированные. И вы можете сказать, ну понятно, это для местных. Вы же туристы, у вас все должно быть попроще. И в принципе, да, но недолго. Мы когда летели на Кипр, сдавали тест у себя дома, пересдавали тест на Кипре и заполняли флайт пасс. Так вот, во флайт пассе указана дата и время нашего прибытия на Кипр. И с этого момента в течение 7 дней мы можем беспрепятственно посещать любые заведения, которые пожелаем. Но поскольку на Кипр мы прилетели не на недельку, а на две, то, к сожалению, первые 7 дней уже закончились. И теперь, чтобы посетить кафе, ресторан или большой магазин, нам нужно с Аллой сдать экспресс-тест. Благо, по всему Кипру и конкретно в Лимассоле точек для сдачи экспресс-теста хватает. Цена варьируется от 8 до 10 евро. Результат приходит вам максимум в течение часа в СМС. Или же можно попросить бумажную версию. Так что, пойдем сегодня сдавать тест. Итак, ребята, вот так выглядит одна из лабораторий, которая делает экспресс-тесты. И конкретно вот эта находится прям очень удобно напротив дома, где мы живем, по пути с пляжа. Вот, собственно, мы сразу после купания в море и идем сдавать экспресс-тест. Итого, спустя минуты 3 сдали мы с Аллой тесты. Обошлись они нам в 16 евро, то есть в 8 евро с человека. Все, что нам понадобилось, это паспорта и номер телефона. Причем я оформил оба теста на один свой номер. Дальше нам сказали, в течение минут 20-30 придет наш результат. Я еще попросил, можно ли получить этот результат на всякий случай в бумажной форме. Мне сказали, не переживай, тебе в СМС придет результат с ссылкой. Ты открываешь ссылку и получаешь такую PDF-копию, которую на случай чего можно распечатать. Так что ждем наши результаты. А чтобы ожидание было поприятнее, зашли с Аллой, купили по фрапе. Это у нас фрапе на кокосовом молоке стоимостью 2 евро. И вы знаете, мы брали, я так понимаю, это круглосуточный ларек мини-стоп. И за эти 2 евро дают еще по бутылочке воды. Вот это все обошлось в 4 евро. И вспоминаем, как мы в первый или второй день купили 2 фрапе по цене 8.50 вроде бы. Так что пользуйтесь, если что. И идем вот по парку вдоль моря. Сейчас найдем какую-то лавочку, сядем и будем просто наслаждаться. Слушать не только шум моря, но и цикад. Слышите цикад? Прошло ровно 30 минут и результаты тестов уже у меня в телефоне. Пришло сразу 2 смс. Одна для меня, другая для Аллы, где указаны имя, фамилия и что тесты наши отрицательные. Теперь, если мы захотим посетить какой-то магазин, нам достаточно просто показать эту смс. Но если вдруг кто-то скажет, нет, смски недостаточно, покажите какой-то документ, в смске есть ссылка на PDF, копию теста с печатью. И вы можете сказать, хорошо, а я прилетел на Кипр и нахожусь здесь без интернета. Как в таком случае мне показать вот этот документ? А я вам скажу, что пользователи Vodafone всегда могут воспользоваться услугой гигароуминг. Так, сделав всего лишь несколько кликов в приложении MyVodafone, можно заказать 1 гигабайт интернета в роуминге на 7 дней. Причем эта услуга работает в 63 странах мира. А значит, вы всегда сможете оставаться онлайн, вне зависимости от того, есть ли рядом Wi-Fi. Пришло время совершать покупки. В Лимассоле есть несколько больших супермаркетов. Та же Альфа-Мега, тот же Папас, собственно, в который мы и ходим около дома. Но чтобы вам поснимать ассортимент и цены, мы решили приехать в большой супермаркет Склавинитис. Собственно, пойдемте погуляем. Как я и говорил, около входа стоит человек, который проверяет либо тесты, или же сертификат вакцинации. Мы показали смс-ку, нас пропустили. Дальше, во время посещения супермаркета обязательно наличие маски и, конечно же, тележки. И то, и то у нас есть. Можно знакомиться с ценами. Давайте начну сразу же с хлеба. Вот какой-то обычный тостовый евро 60, евро 45. Мы вот такой покупаем, да, обычно? Цельнозерновой. И он стоит евро 95. И давайте сразу. Понятное дело, что здесь все цены указаны в евро, поэтому слово евро я говорить не буду, а просто буду называть вам ценники. Огурцы 3,55. Помидоры 2,70. Тоже 3,55 огурцы. Помидоры 2,70, походу такие же. Хотя вот здесь я видел чуть дешевле. 2,45. Набор из трех перцев 2,45. Такой перец уже 2,40 за килограмм. Желтый, красный, оранжевый уже по 3,95 за кило. Это у нас окра написано, но по факту я перевел обельмож. Не знаю, что это за растение, но стоит 2,70. Это, я так понимаю, спаржа 3,45. Кабачки 2,25. Синие баклажаны евро 80. А вот такие полосатые евро 95. Редиска всего 27 центов, но походу это за пучок. Капуста белокочанная евро 45. Вот такая красная или фиолетовая капуста евро 95. Авокадо 4,95 за кило. Лимоны 2,25. Зеленые лимоны 2,35. А лаймы 3,55. Обычные персики 3,45. Инжирный персик стоит тоже 3,45. Сливы 4,45. Желтые сливы 3,90. Манго 3,40 за килограмм. Мы еще взяли вот такую питахаю. Никогда не пробовали. 5,75 за килограмм. Вот это, кстати, кактус опунция. Мы его уже пробовали в свое время в это посещение Кипра. Но покупался этот кактус в нечищенном виде. Он сильно колючий. Его нужно чистить в перчатках аккуратно. А здесь он уже почищен. И его стоимость, как я понимаю, 3,65 за вот такую полкилограммовую упаковку. Личи 11,95 за килограмм. Мы тоже взяли попробовать. Это, я так понимаю, маракуйя 7,65. Дальше. Малина 4,20 за килограмм. Голубика 3,55. Клубника. Сейчас уже как-то не сезон. То 8,45 за килограмм. Вот такой кокос 3,85. А самый обычный евро 0,5. А вот целый прилавок с яблоками. Есть за 2,15, 2,10. 3,75. Евро 90. 2,25. Груши 2,10. Есть 2,95. Дыня здесь в разную цену. Вот та дальняя евро 10. Вот эта евро 15. А вот эта евро 25. А арбуз по... Я не понял. То ли 65, то ли 95 центов за килограмм. Можно уже и к мясу перейти. Конечно, все цены озвучивать не буду. Но просто смотрите. Вот вам сосиски, сардельки. Цены бывают разные. Черные, белые, красные. Но вот что точно мы возьмем. Сейчас я подойду и покажу. Короче, мы возьмем мясо под названием лунза. Вот оно. Это получается такое подкопченное мясо, которое замочено в вине. Стоит 2,30. И это, я так понимаю, еще и акция. Значит, можно брать сразу две упаковочки. А вот колбаса варенка. Тоже цены здесь разные в зависимости от сорта колбасы. Сырный отдел с вот такими ценами за килограмм продукта. А вот национальный сыр халуми. Тот, который нужно жарить. Конкретно вот такой. Стоит 11,25 за килограмм. Ну, здесь в пачке полкило. А так цены бывают разные. Вон, я вижу, и за 12,95. Есть упаковочки чуть поменьше. Соответственно, и ценник ниже. 2,80-2,20. Молоко на Кипре стоит от евро 28 до евро 57 за литр. И вы знаете, здесь еще не пронюхали, как у нас дома, что можно тару делать не литровую, а, например, 920 грамм, 880. А здесь четко литр. Ну, либо тара побольше. Цена подсолнечного масла здесь разная в зависимости от того, какой производитель. Это и так понятно. Но что-то думаю, что на Кипре не сильно его используют. Все-таки самый ходовой товар это оливковое масло. Вот, например, такая бутылочка литровая 5,90. А здесь я ценника не вижу. Небольшая 3,90. 6,45. 12,95. Это, наверное, двухлитровая вот эта. 11,40. Тоже 2 литра. Да. Выбора хватает. А вот и сами оливки маслины. Это прям мой рай. Обожаю оливки. Я в последние дни постоянно беру вот такого производителя. Ксения. Только это оливки просто с косточкой. А в магазине около дома есть такая же банка. Но там оливки чищенные. И фаршированные орехами. Либо же перцем. Прям вкусняха. И они большие. Не такие, как у нас дома. Маханьки. А здесь вот побольше. Так. Стоимость таких оливок. Изначально евро 70. Но сейчас скидка евро 40. Вот такие. Это то ли маслины, то ли просто подкрашенные красные оливки. 2.02. Со скидкой. Ну и другие вот еще. А вот и пивной отдел. Понятно, что здесь хватает разного импортного пива. А вот чтобы местные. Это Кео. И Леон. Где он? Вот он. Леон. Причем я вам скажу по сравнению с нашими ценами дома. Здесь пивасик подороже. Полулитровая баночка. Кео стоит евро 30. Но обычно берут все паками. Вот. 8 штучек по 0.33. 6.20. Есть пак. По 0.5. 9.70. Карлсберг. А где цена на Карлсберг? Вот такой пакован. Это сколько здесь? 24 банки по 0.33. 14.50. Нормальная махина. Ну а дальше уже пошло все импортное. Соки в зависимости от производителя стоят в среднем от евро до пускай 2 евро. Там евро 80, евро 90. Кстати, вот такой штуки у нас дома я никогда не видел. Это соусы к чипсам разных вкусов. Понятно, что Доритос у нас не продается. Но даже я никогда не видел аналогов. И так сказать, на пассажок. Вот вам алкогольный отдел. Джек Дэниелс. 18.90. 19.50. Обычный Джек Дэниелс. 23.70. И такса. Капитан Морган и Бакарди. Так, что здесь еще я узнаю? Конечно же, Мартини. 9 евро. В винах, если честно, особо не разбираюсь. Но цены вам покажу. Итого, вот такие цены на Кипре. Понятно, что я вам показал только малую часть всего ассортимента. Его там намного больше. Если брать только продукты. Не говоря уже о промтоварах. О всякой бытовой химии. Порошках. Шампунях, мылах и тому подобное. Пишите обязательно в комментариях. Как вам цены на Кипре. Это дешево, дорого или вообще халява. Обязательно почитаю. А на этом это видео буду заканчивать. Впереди вас ждут все новые-новые выпуски из Кипра. И вот чтобы их не пропустить. Обязательно подписываемся на канал. Лайк, колокольчик. И снова скоро увидимся. Всем пока.